Девушки отдыхают Но судили ее почему-то в России Ну потому что все думают, наверное, то, что это были русские журналисты И должна она отвечать по русским законам, да Вы считаете это справедливо? Ну не знаю, это считает, наверное, не мне Я считаю, что на Украине такая неразбереха, что лучше нам посудить, чем им Ну, осудили ее нам, вот, очевидно, за то, что она была причастна к убийству нашего журналиста Непонятный вопрос, ну потому что они российские граждане Она наводчица убила российских граждан, наверное, так? Это же была на Донбассе, это не территория России Ну, виновна же она, правильно? То есть всех виновных, кто не в России, их надо в России рассудить Пусть наказывают на в России будут А если в Америке обижают, тоже Россией накажут? Ну, как-нибудь придет к ним время Савченко это наводчица? А почему бы нет? Ну, это политическая, я не могу ответить А Вы считаете, что это справедливо? Нет Надежда Савченко, что она делала в России, почему ее здесь судили? Это кто? Это кто? Как Вы считаете, почему Надежду Савченко судили в России? Ну, это сложный для меня вопрос Я не любитель политических тем Обсуждать политику, тем более Надежду Савченко И ее поступки я не одобряю, поэтому... Я не знаю А Вы слышали вообще что-нибудь про нее? Нет, я очень занятая, спешала Еще один Ну, а где же ее судить, если мы посчитали ее преступницей Против наших журналистов? Вот она гражданка Украины, воевала на Донбассе И при чем тут Россия? Ну, это политическое дело Я думаю, что здесь все понятно было Что процесс показательный был Судили ее не за то, что она сделала Если она вообще это делала То есть, все-таки она не виновата? Ну, я откуда же я знаю Я просто подозреваю, что обычно такие процессы совершаются на пустом месте Просто надо было кого-то найти, нашли Ну, это, наверное, ее какой-то личный выбор Странно, наверное, вот ее приветствовать здесь Ну, вот странный выбор, странное поведение Тем более для женщины То есть, она сама сюда приехала? Ну, ее же, наверное, насильно под дулом автомата сюда Никто не посылал Наверное, это ее выбор Хорошо, приходи любой с другой страны Вырезай наше население Мы их отпускаем, будет судить там? Нет, она Допустим, что она убила российских журналистов Хотя они были без аккредитации Но суд-то почему в России? Причем тут в России-то вообще? Ну, вы же сами озвучили, как журналист Убили ваших коллег То есть, а если будут убивать в Америке русских журналистов Мы их тоже в Россию потащим? Дело в том, что убивали Так, хорошо, давайте сформулируем по-другому вопросу Я попробую ответить Как попала она вообще на российскую территорию? Ой, надо это ее спросить, наверное Она шла-шла, споткнулась через границу И упала к нам в правосудие Споткнулась в багажник и в Россию, да? Я таких жестоких подробностей не знаю Но, видимо, она там на своем парашюте Который волочился сзади нее И по ней узнали, что она авианоучится Ну, наверное, есть какие-то хитросплетения Именно у политиков именно Это законно, по-вашему? Ну, мне кажется, нет На территории своей страны должны такие вещи происходить И почему Надежду Савченко судили в России? Ну, как мы знаем, что она была участвовала в том, что Из-за нее погибли два наших летчика Кстати, один из летчиков из моего родного города И два корреспондента Поэтому, и она была И скорее всего, как я думаю Была повинна не только в этом, еще в чем-то В таких подобных случаях Вот она гражданка Украины И воевала на Донбассе Как она попала вообще в Россию? Как она попала в Россию? Ну, мы же... В багажнике? Ну, мы же помним Троцкого где-то там нашли, убили Еще кого-то где-то там нашли Но, я думаю, это что-то политические такие ваневры Ну, это справедливо? Вы знаете, я политические новости смотрю постольку-постольку Чтобы сделать свое суждение Политика вообще, по-моему, несправедливая вещь А такая грязная В газетных полосах я стараюсь только вот смотреть новости Как там на Украине, хорошо или плохо А стараясь не углубляться, мне становится плохо Скажите, как вы считаете На Болотную в одиннадцатом году выходили порядочные люди? Ну, мой друг выходил Я считаю его достаточно порядочным человеком Так что, да, порядочные люди там точно были А вы как считаете? Аналогично, солидарно Скажите, по-вашему, на Болотную в одиннадцатом году Вышли порядочные люди? Судя По газетам Ну, вышла позиция Может быть, знаете, вот люди, они могут быть хорошими Если не взять их приверженности к тому или другому направлению Ну, вот этим выходом на вот такие демонстрации Все-таки занимаются порядочные люди? Это какие-то негодяи, как вот вы можете сказать? Как вам сказать негодяи? По отношению к своей компании, к своей стороне, к своей оппозиционной стороне Они, конечно, не негодяи, они герои А по отношению к другой Может быть, тоже не негодяи, а недовольные А недовольными всегда недовольны другие Ну, я считаю, что Чаще бывает, конечно Судя по тому, что я смотрю телевидение на разных программах Даже по интернету смотрю Вот, Майдан, прочее Но не всегда порядочные люди Которые, вообще-то, не просчитывают Мне кажется, они все равно должны просчитывать вперед Чтобы не было человеческих жертв Любых даже с той стороны Мне вот ужасно жалко И с украинской стороны каких-то погибших И несчастных, которые сейчас страдают Я знаю, у моего мужа Он даже попасть туда не может Потому что бывший военный В Житомир мы теперь не ездим И мать ужасно страдает Мы деньги не можем высылать Потому что они несколько раз Не доходят куда-то Я понимаю В любом случае просчитывать так Чтобы люди не страдали Знаете, это дело каждого Приличные, неприличные Я еще раз повторюсь То есть никто под дулом автоматов Их туда не гнал Очевидно, у каждого были свои резоны Это их выбор И их решение И делается Остается все это на их совести То, что они хотели Может быть, они хотели просто Чтобы их услышали Каждый у нас имеет право На собственное мнение Вот у нас государство Декларирует Многополярный мир Многокультурный И тоталитарный Их судят до сих пор еще Их судят до сих пор Ну, наверное, может быть Как-то надо было Наверное, они просто Не очень корректно Высказывали свое мнение Может быть, это следствие Недопонимания Я считаю, что Вот такое осуждение Надо договариваться Все-таки Вот Более корректным Более толерантным И с той и с другой стороны Потому что Ну, судят их Они что-то поймут, что ли Или что-то изменится от этого В 11-м? Ну, сложно сказать Ну, оппозиция, наверное, проплаченная просто Ну, не знаю 50 на 50 50 на 50, я думаю Ну, по болотам Порядочные не бродят Они собирают обычно там Ягоды разные А кто там выходил Я не в курсе событий О, нет Это же вообще глубоко Далеко от меня Исключительно нет Почему? Ну, беспорядки Это не есть хорошо У них были вполне законные претензии Ну, их подавили Не знаю, как меньшинство Или как Такое количество Ну, среди них, наверное, были и порядочные все-таки люди Хотелось бы в это верить Но человек, который идет Устраивает массовые беспорядки Я не считаю, что он порядочный человек Не все Самый говорящий человек Не все Большинство выходили просто, чтобы в толпе повеселиться С ментами подраться А вы как считаете? Никак не считаю Был митинг против Путина На мой взгляд, каждый имеет высказывать свое мнение, право Но Не знаю, главное, чтобы это было законно И в рамках законно Это самое важное А что значит законный митинг? Законный митинг тот, который прописан в конституционном праве Это с законным основанием Прежде чем выходить По-моему, если не ошибаюсь, должен быть подписан какой-то акт И главой города, администрации С согласием этого митинга С количеством присутствующих человек на этом митинге То есть митингой, но с согласием Вот так правильно, да? Ну, если есть такой закон То зачем его нарушать? Вам не кажется, что это антиконституционный закон? Нет, мне так не кажется Стало ли проводить Олимпиаду в России и в Сочи? Конечно, стоило Что мы с этого поимели? Какие плюсы? Ну, мы поимели как минимум Хорошее, грандиозное мероприятие На которое было приятно посмотреть Большие траты были? Ну да Но это того стоило? Да Сто процентно Какие плюсы после этого? После Олимпиады? Ну, во-первых, остался огромный комплекс для Олимпиады По-моему, даже выше национальное самосознание Вот мое, например Я думала, наши спортсмены вообще никудышные А после этого я считаю, что можно что-то надеяться И тут грудь расправилась Там были не все наши спортсмены Некоторые купили Ну, это, к сожалению, в мире везде Так не только у нас Да, были пришедшие к нам спортсмены Но они сами Это было их право защищать Честь нашей страны Поэтому ненасильно Ну, вы знаете, наверное, стоило Потому что так мало хорошего Так мало чем гордиться осталось Поэтому хотя бы этим Хотя бы достижением наших атлетов Я думаю, стоит Давно не было Хочется повидать Что мы с этого поимели? А зачем мне нам что-то с этого иметь? Я ничего не поимею с этого А страна? Зачем это иметь? Ну, престиж, может быть, какой-то Были же потраченные деньги, очень большие Ну, пусть будут потрачены А выгода какая-нибудь есть от их трат? Да нет, я просто человек Нам-то что? Стоило Какие из этого плюсы? Ну, я думаю, самый главный плюс Это радость людей И несмотря на то, что я лично Не разделяю те траты, которые были понесены Там 50 миллиардов долларов, по-моему, считали Ну, в какой-то много людей Очень позитивным зарядом зарядилось все-таки А вы как считаете? Я получила удовольствие, смотря на это на все Мне понравилось А были варианты? А какие плюсы после ее проведения? Фееричное представление нашей страны Ну, стоило это 50 миллиардов долларов? Оно не только стоило, оно окупилось еще Как окупилось? Ну, теперь нам все в рот заглядывают Потому что мы удивили Эта страна живет при таких санкциях Может, удивила просто сумма? Сумма Запад и Америку не пугает Пока что это самая большая Это самая дорогая Олимпиада Ну, мы говорим сейчас не о сумме И не о стоимости Олимпиады А о том, какой эффект она произвела То есть все-таки произвела она эффект, да? Я об этом и говорю Что сейчас любой иностранец приезжает к нам в страну Потому что здесь он может себе позволить отдохнуть Как он любил у себя в стране отдыхать Чуть-чуть покромче Он поражен тому, что и эта страна живет При таких санкциях, которые применили к ней Как же они до этого жили Оборачивается назад на Олимпиаду И понимает, что русский-то медведь-то Он дремлет, но не полностью Да Что мы с этого поимели? Все Это стоило таких затрат? Не уверена Ну, по-моему, да Это хорошая пропаганда российского спорта Какие плюсы после? Какие плюсы после? Ну, по идее, предполагается то, что люди начнут более активно заниматься спортом И это будет поддерживать дух российского народа Ну, своеобразную культуру в том числе Потому что достаточно очень неплохой был уровень И в плане музыки, хореографии, которая была представлена на событиях на открытии и закрытии Олимпиады Да, конечно Какие из этого плюсы? Плюсы Олимпиады, наверное, поднятие духа всех граждан нашей страны Конечно же, пропаганда здорового образа жизни А не перебор вот затраты и плюсы? Ну, затраты я все-таки надеюсь, что они все не просто так Но на что наше государство не тратит мало денег? Да, наверное Думаю, что да Это выгодно, это круто, это пиар страны Ну, а почему нет? А что в ней плохого? 50 миллиардов ушло на нее Вот чуть-чуть больше в 5 раз, чем остальные Ну, это обидно Мы страну распиарили И все Только ради этого Только показать, насколько мы крутая, великая страна У нас есть много денег лишних, чтобы проводить такую дорогую, хорошую Олимпиаду Что мы можем и, ну, показать наши возможности, наверное